Я думаю, для нас это первый товарищ матч был, немного трудностей были, это нормально, потому что только-только начало сборов, для нас этот матч будет служить как урок для предыдущих матчей, так что я думаю, неплохо сыграли. По ходу игры вы ожидали, что будут этот пенальти назначен? Заметили ли, как игру рукой и привычный пенальти? Вы не ожидали, когда был пенальти, когда был пенальти? Да, у нас уже было, у нас уже было рекламировано, пенальти, когда мы видели, что была бомбина на голову. Сразу в этом эпизоде я заметил, что футболиста Сенита играл в Суркои, поэтому я начал говорить с арбитром. Бить пенальти для вас привычное дело? Да, у нас так устраивает, что 2-3 пенальти, да. У нас устраивает, потому что у нас есть другой капитан, но он не был сейчас, и я думаю, что если он не вернулся, он будет осуществлять эту responsabil�у. Я думаю, что я умею хорошо бить пенальти, так как у нас в штатном бьющем пенальти был наш капитан Махмудов, и в его отсутствии я взял эту ответственность на себя, и думаю, неплохо справился. Как вам этот Зенит, где много бразильцев, и знаете ли вы кого-то из них, может, пересекали с жизнью? Окей, вы думаете о бразильцах с Зенитом? Если вы знаете каких-то этих игроков, то я не знаю. Да, я знаю, они уже играют в Гангс Кубе в Бразиле, но я не знаю, но я не знаю, но я не знаю, но я не знаю. Не так уж у нас близкие отношения с ними, но многих из них я знал из чемпионата Бразилия, потому что они играли в больших клубах там, и поэтому я оттуда их знаю. Вы очень похожи на Фермина, форварда знаменитого Ливерпуля. Не знаю, уже на эту тему много картинок, шуток в интернете. Вот на самом деле, сами знаете об этом? Наверное, уже не Фермина. В первом случае Фермина появился на телевизоре, а моя бабушка не понимает, что я считаю, что это я на телевизоре. Даже такую смешную историю хочу рассказать. Один раз, когда в Бразилии показывали Фермина на каком-то матче, и его бабушка перепутала его, и подумала, что он играл во время игры, а не Фермина. Вам хотелось бы тоже играть в такой команде как Ливерпуль? Но есть какие-то такие цели, покорить Европу? Если у вас это магнитный объектив для играть на Европу, а не чем изграничить, как Ливерпул? Да, конечно. Мы работаем с тем, что мы пытаемся уменьшить этот объектив. Я знаю, что это трудно, но мы будем бороться. Конечно, с малых лет я занимаюсь футболом, и у всех там в Бразилии есть мечта играть в больших клубах. Я знаю, что сложно достичь этого уровня, но для этого и работаем. Если бы ему завтра позвонили из «Зенита», долго бы он думал на этот счет? Я занимаюсь с «Зенитом», в Лига Парабусе и ком-литажу Горла. Я думаю, что я очень много думал, что я не знаю. Я думаю, что я не знаю. Конечно, я бы сразу дал свое решение, но все зависит от решения нефти, потому что у меня контракт с ним. Если не секрет, сколько в Бразилии кто-то такие зубы сделает? Если не секрет, сколько стоит делать деньги, как вы делаете в Бразилии? В самом деле? Это, что вы думаете, сколько стоит? В Бразилии 9000-1000р. 90 тысяч риалов. Это в долларах? Нет, в 5-7 миллиарда. Это примерно 5-7 миллиарда. 5-7 миллиарда. Дайте телефон, для dentиста. Вы можете отправить номер, или номер, или номер, или номер, или номер, или номер. Вы можете. Вы можете спросить, как вам стадион, может быть, один из лучших, в котором вы играли? Как вам Петербург? Как вам стадион? Если у вас есть стадион, я уверен, что это стадион, это атмосфера или нет. И если у вас есть что-то новое, то вы можете посмотреть. Да, это атмосфера очень специальная. Мы приехали, все равно снимали фотографии. Мы очень понравились. Наша структура была другая. Атмосфера очень хорошая была. И как только зашли в стадион, очень хорошие впечатления. И я с телефона снял, начал на телефон снимать. Очень просто безусловно. Что он знал вообще о России в целом? Какие-то вещи ему известны? Вы знаете о России? Вы знаете о России? Да, я знаю. Потому что очень много бразильцев приезжают сюда и играют в футбол. Даже вот Клаудин, который играет в «Зенит». Я его игры смотрел в Бразилии, когда он играл за «Рэдбул». Бразильский. Поэтому из-за этого в Бразилии знают много про Россию. Спасибо вам огромное, что дали интервью с пятой карьере. И благослови на карьере. Спасибо. Спасибо.